Пересадка органов умерших Что по этому поводу думают местные врачи и сами пациенты Трансплантация органов стала применяться в области медицины в 20 веке С тех пор эта процедура стала неотъемлемой ее частью Но существует проблема нехватки донорства Далеко не каждый согласен жертвовать своими органами ради спасения жизни других людей В связи с этим практикуется трансплантация органов от покойного человека Местные специалисты отмечают, что процедура актуальна Но пока проводится только с разрешением его родственников Согласно Кодексе здоровья Республики Казахстан В статье 169 говорится о том, что принудительное изъятие тканей органов Или части органов человека, их пересадка запрещается Купля-продажа тканей органов или части органов человека также запрещается Изъятие тканей органов у трупа не допускается Если организация здравоохранения на момент изъятия поставлена в известность о том, что при жизни данное лицо или его близкие родственники Супруг, супруга или представитель законный заявили о несогласии на изъятие его тканей или органов на трансплантацию Александр Березкин сам нуждается в пересадке почек Предложение казахстанских специалистов он поддерживает, так как считает, что это может спасти жизни многим людям Нужно просто представлять, что если ты умер, в принципе, эта почка, она может спасти еще многие сотни Не сотни, по крайней мере, хоть одного человека она может спасти И в этом нет ничего особенного Но, конечно, если это перейдет страшное дело, то, что с живых людей начнут эти почки брать донорские Это совсем другое дело Как обмечают местные специалисты, на сегодняшний день трансплантация осуществляется бесплатно Сейчас вопрос о рассмотрении трансплантации органов покойных людей без согласия родственников находится на стадии обсуждения В дальнейшем он будет рассмотрен мжелисом парламента Республики Казахстан